Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинанс и я Елена Беляева. И наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. С понедельника, напоминаю, все по-прежнему. В 16 часов будет брифинг в нормальное время. Сегодня последний день в 12 часов. Итак, давайте смотреть, что происходит. Какие сейчас изменения. Сейчас все определяется на рынке движениями нефти. И мы видим, что у нас индекс МВБ совсем в недалекой перспективе. Буквально 7 числа он у нас сделал заявку на пробитие максимума ноября. То есть ушел выше уровня 1900 пунктов. Но, скажем так, оснований для движения выше пока нет. Поэтому, в принципе, такой вот заход в эту область, он спровоцировал фиксацию прибыли. То есть есть что фиксировать. Было движение от 1700 до 1900 пунктов вполне неплохое. Есть что фиксировать. И поэтому участники рынка предпочли вот эту прибыль зафиксировать. Почему они так делают? Потому что нет особо уверенности в том, что нефть пойдет выше. То есть сейчас нефть остановилась у уровня 41 доллар за баррель. И вот по текущей ситуации, ну, честно говоря, более вероятно возвращение в район 36 долларов. То есть если будет возврат в район 36, там уже будет вопрос относительно того, на 36, если нефть задержится и пойдет на новый заход вверх, то в этом случае рост рынка российского продолжится. А вот если 36 будет пробиваться вниз и пойдет там заход в район 32, например, долларов за баррель, вот тогда будут достаточно серьезные, скорее всего, коррекция на рынке начнется. То есть пока вот уверенности в том, что нефть будет двигаться выше, нет. И оснований фундаментально для этого нет. Просто нефть держится на текущих уровнях, ну, по сути дела, на одном энтузиазме. И все-таки вот большинство участников ожидают, что будет коррекция. И по технике, ну, на самом деле это наиболее вероятный вариант развития событий. Возвращение пока вот в район 36, то есть такое. Поэтому рынок фондовый, соответственно, закладывает эти ожидания. И поэтому индекс МВБ не спешит набирать высоту. И мы видим, что здесь он сейчас закрепляется, просто вот этот осваивает пробитый район. То есть здесь был максимум ноября уровень 1870. И пока индекс МВБ осваивается выше этого уровня, в принципе, ситуация совсем неплохая. То есть идет просто консолидация привыкания к новому достигнутому уровню. Такое значимого уровня. Поэтому пока здесь решается ситуация. И все будет зависеть от дальнейших телодвижений на нефти. То есть если нефть будет корректироваться, скажем, и пойдет ниже 36, то индекс МВБ легко вернется ниже 1870. А если все-таки получится удержаться на текущих уровнях, или даже если будут какие-то попытки двигаться выше, то тогда на индексе МВБ может быть продолжение. Поэтому так вот. То есть на нефти, в принципе, пока есть такое ощущение, что нефть, она все-таки нащупывает дно, то есть она разворачивается. Но это такой глобальный разворот, такого долгосрочного тренда, он не может произойти быстро. То есть это нужно несколько месяцев для этого. Поэтому о нефти, скорее всего, еще помотают нервы. И будет, может быть, заход. И я думаю, что даже, скажем, там оптимистичная сцена, и к 30 долларов будет заход. Мне кажется, еще будет, ну, скажем так, повод для беспокойства. Поэтому там все развивается по нормальному сценарию, разворотному. Но долгосрочные тренды, они требуют время, чтобы развернуться. Поэтому индекс МВБ и не чувствует себя особо уверенно. Здесь тоже есть, чувствуются сомнения участников. Поэтому участники в наиболее таких перекупленных бумагах фиксируют прибыль. То есть есть бумаги, в которых фиксация прибыли не происходит. То есть там, значит, есть свои какие-то ожидания, своя какая-то ситуация. Скажем, ну, там вот, например, Роснефть ждут новостей по приватизации. И здесь участники достаточно стойко в этой бумаге выжидают. То есть здесь никто фиксироваться пока не спешит. Здесь будет движение уже, по сути дела, по факту, когда будут понятны условия, каким образом будет и какая часть этих акций будет приватизироваться и на каких условиях. То есть какому-то стратегическому инвестору будут продавать или будут реализовывать на рынке. Поэтому здесь смотрим по линии тренда. Если линия тренда будет пробиваться, тогда следует выходить из позиции фиксироваться. То есть в данном случае это будет пробой уровня 295 вниз. Пока позиция длинная держим. По Сбербанку тоже достаточно стойко держатся бумаги. В районе 110 рублей за бумагу уровень тоже очень прочный, очень очевидный. То есть это уровень вообще исторического максимума. То есть понятно, что он все равно должен когда-то быть пройден, потому как с условием пересчета на инфляцию это совсем не те 110 рублей, которые были раньше. Поэтому движение должно быть выше. Но пока вот этот уровень не получается пройти, но и корректироваться участники рынка не согласны. То есть у них все-таки есть намерение дождаться продолжения движения. И они в этом уверены. И поэтому позиции никто не фиксирует. Поэтому тут тоже длинные позиции пока сохраняем. Коррекционное настроение зато мы видим в акциях Газпрома. То есть там вот уже третий день, по сути дела, идет коррекция. Но тоже пока вот это движение пока выглядит как коррекционное. То есть здесь пока нет уверенности в том, что слом этого тренда обязательно произойдет. Те, кто зафиксировались у уровня 150, в принципе, были правы совершенно. И сейчас нужно ждать подхода к линии тренда и, соответственно, смотреть, что будет происходить. Будет либо отбой от линии тренда, либо будет пробой. Поэтому сейчас каких-то новых позиций открывать не стоит. Если позиции были закрыты по 150, просто ждем момента, если будет отбой от линии тренда, то снова будут позиции открываться. Если позиции остались длинные, ну, сейчас уже тоже смысла нет их закрывать. То есть опять-таки ждем подхода к линии тренда, тогда будем смотреть. Тоже такие же коррекционное настроение в Лукоиле. Здесь, по сути дела, вот уже и линия тренда пробита. То есть здесь возможное возвращение в район 2600. То есть тут тоже, по сути дела, был вполне целесообразен выход из длинных позиций, фиксация прибыли, потому как так поступает достаточно большое количество участников рынка. Дальше. Что еще? Ну, на некоторых акциях, в принципе, ситуация стабильная. В магните, например. То есть магнит вышел из своего бокового диапазона. То есть тут у нас уровень 11000 есть еще на пути. Поэтому, с одной стороны, есть улучшение, то есть выход из диапазона. Но, с другой стороны, опять-таки, новый уровень тут образовался. И поэтому получается, что пока ждет магнит новых каких-то новостей, которые помогут ему пробить этот уровень. То есть пока таких драйверов нет, поэтому топчется на месте. Тоже стратегия выжидания. Дальше. Норникель. Здесь пока все по чуть-чуть, потихонечку, ситуация развивается. Ни шатка, ни валка. Но постепенно набирает высоту цена. Бумага набирает высоту. И, в общем-то, цель 9800, она пока актуальна, она не достигнута. ВТБ тоже пока отрабатывает уровень 7,7 копейки. То есть тут тоже ничего интересного, собственно, не происходит. Так, МТС. Пока тоже достаточно стабильно, неплохо держится на достигнутых уровнях. Какого-то развития ситуации нет, к сожалению. Но будем надеяться, что будет позже и ближе к дивидендным отсечкам. Там будет что-то происходить. То есть пока не особо впечатляет. Так, что еще посмотреть? Что еще посмотреть? Ну, давайте. Да, вот еще вчера смотрели Аэрофлот. Тут достаточно волатильные колебания. Тоже вот эти вот новости по приватизации. То есть были слухи о том, что Ротенберг претендует на контрольный пакет и согласен купить. То есть здесь тоже такие движения достаточно волатильные. То есть сначала была такая резкая фиксация приболеть, потом снова покупки. То есть здесь достаточно такая нервная ситуация, в которую, возможно, смысла нет вмешиваться уже. Вот на текущих уровнях уже это получается слишком как бы эмоциональное движение и плохо анализируемое. Так, система. Система, давайте смотреть, что у нас здесь. Вот в системе, помните, мы наблюдали с вами довольно-таки долгую вот эту историю. Был 17-18,5 вот этот диапазон. Внутри этого диапазона был еще один вот такой вот, еще более узкий. 17,3 и 17,9. То есть был сначала выход из диапазона внутреннего и, соответственно, сейчас цена ушла выше уровня 18,5. То есть есть тут такие позитивные подвижки, скажем, и имеют место. То есть, по сути дела, какое-то начальное движение вполне может быть. То есть сейчас где-то ситуация будет стремиться развиваться в район 20 рублей, скорее всего. То есть вот в этом 20-20, может быть, 20,5 вот в этот уровень. То есть там достаточно такое сильное сопротивление историческое, пока непонятно, что там будет. Поэтому вот то, что сейчас можно здесь рассчитывать и что ожидать, это вот продолжение движения, возможно, вот в район где-то там 20 рублей или 20,5. То, что мы видим сейчас, здесь после пробоя уровня 18,5, ну, есть тоже, скажем так, такие нервные телодвижения то в одну, то в другую сторону. Но, по сути дела, вот этот провал, который здесь был после открытия, он уже практически выкуплен. То есть идут какие-то, возможно, новостные вещи. Я, честно говоря, не смотрела, не знаю, что там такое происходит. Но, по сути дела, вот чисто с технической точки зрения, ситуация вполне может развиться выше в район 20,5 рублей. Поэтому, ну, длинные оппозиции, какую-то небольшую позицию можно попробовать и ожидать продолжения движения в район 20, 20,5 рублей. Так, Уралкали. Уралкали, мне кажется, что вообще надо, в общем-то, забыть как бумагу и просто перестать на нее обращать внимание. Потому как компания, в принципе, движется в сторону того, чтобы перестать быть публичной компанией. Они произвели делистинг в Лондоне, они выкупают акции на нашем рынке. Фрифлот снижается. То есть там остались какие-то жалкие ошметки на рынке остатки акций. То есть здесь нет ни анализируемости, ни ликвидности. Поэтому я думаю, что, в общем-то, с Уралкалием надо уже попрощаться. И, скорее всего, он будет в ближайшее время исключаться из различных индексов. Потому как, ну, бумага, по сути дела, перестает быть публичной по смыслу, по своему. То есть в обращении остаются какие-то небольшое количество акций. Поэтому тут ситуация, каким-то образом, какие-то движения здесь есть. Но я не думаю, что вот есть смысл в этих движениях принимать участие. Не знаю, смотрите сами, конечно. Так, GTL. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Я просто, может быть, чего-то упустила. Не знаю, что такое. Надо посмотреть. Что-то там такое происходит интересное. Да, действительно, что-то такое особо, просто какой-то вертикальный взлет вверх. Да, но, честно говоря, я просто не знаю, что это там происходит. То есть это явно какие-то новостные движения. Нужно посмотреть, что там в компании происходит, на чем это происходит, вот это движение. Ничего не могу сказать по этому поводу. Это не технический анализ точно. Да, я вижу, да, что там 30-40%. Там что-то внутри компании. Есть какие-то новости, надо смотреть. Это новостное движение. Это не связано с техническим анализом точно. Почему наш рынок 3-й день подряд падает, несмотря на то, что Европа и США растут все эти дни, нефть тоже растет. Нефть не растет на самом деле, и она стоит на месте. И рынок тоже наш не падает, он тоже стоит на месте. Там идет просто фиксация прибыли по тому, как двигаться выше они могут. Вот, в принципе, нормальная, адекватная ситуация. Мне кажется, что все вполне логично, то, что происходит. Так, давайте посмотрим на рынок срочный. То есть здесь тоже вот интересная ситуация. Рубль последнее время укреплялся достаточно сильно и укрепился до уровня 70 рублей за доллар. И вот, ну, скорее всего, надо на спыте это дело смотреть, потому как здесь лучше понятна ситуация не фьючерсная, а спотовая. Здесь очень сильный вот этот тут уровень в районе 70 рублей, 70-69 где-то вот в этом районе. Здесь, по сути дела, как минимум, ну, то есть может быть в дальнейшем рубль укрепится и больше, может быть. Но вот сейчас в текущей ситуации более вероятен отскок от текущих уровней, ну, там в район 70-74 рубля. Вот, и потом уже будет ситуация зависеть от того, что будет с нефтью. То есть если нефть пойдет выше 41 доллара за баррель, то и рубль сможет укрепиться больше. То есть мы можем увидеть там уровень и там 66 рублей, возможно, 66-67. Вот, но это пока вот в ближайшей перспективе все-таки больше вероятность того, что будет именно такой коррекционный, по крайней мере, пока будем рассматривать как коррекционный отскок здесь. И вот так, предположительно, вот линия у нас есть вот этого краткосрочного тренда, предположительно, до этой линии пока. Там дальше видно будет, но, в общем-то, такого сильного укрепления рубля дальше от текущих уровней, скорее всего, не будет. То есть должна произойти сначала коррекция, а потом только, возможно, будет продолжение. Так, что еще? Что еще? Ну, и, соответственно, фьючерс на индекс РТС. У нас остается здесь пока все то же самое, о чем мы говорили вчера. То есть есть пробои и закрепления выше 80 тысяч. То есть сейчас у нас здесь вот этот вот старый проторгованный диапазон, вот он есть. Где-то там примерно нижняя часть этого диапазона 81 тысяча, верхняя где-то 89. И вот фьючерс закрепился в этом диапазоне и, соответственно, будет его осваивать, будет здесь продолжать движение. То есть смотрим по текущей ситуации. Пока тренд восходящий, поэтому, собственно, здесь и вот масштаб. Этот тренд восходящий пока держится, и локальный тренд тоже восходящий. То есть пока длинные позиции. Есть намеки, вот эта вот дивергенция, она имеет место. Это намек на то, что будет где-то здесь в ближайший момент остановка и, скорее всего, возврат, ну, возможно, даже к пробитому уровню, там, в район 81 тысячи. Вот, но пока, пока все хорошо, поэтому смотрим на предупреждающие сигналы. То есть они просто не дают открывать новых длинных позиций, но длинные позиции открывать, держать, продолжать можно. Так, вот, собственно, наверное, и все на сегодня. Всем спасибо за внимание и до свидания до понедельника.